всем привет мои хорошие с вами Акемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео сегодня у нас с вами будут персики и кто умеет делать вот так вот я всегда хотела научиться но у меня никогда это не получалось максимум я могу жонглировать двумя но не больше сегодня мы с вами будем кушать персики давно у нас с вами не было фруктов потому что была зима а сейчас уже у нас весна уже они появляются и я кстати дороговато их купила потому что их очень трудно найти но я думаю что я же для видео все таки вот поэтому давайте кушать и обсуждать некоторые темы в моей жизни очень вкусно но они не супер мягкий это плохо я люблю когда мягкий завтра в час дня ко мне приходят две мои подписчицы они живут очень далеко от меня но все равно они решили прийти мы снимаем мукбанг еще я придумала такой челлендж как две правда одна ложь то ответить на все вопросы правильно тот получает подарок это будет шкатулка я уже купила я долго думала стоит ли показывать шкатулку в инстаграме потому что они тоже увидят но потом я подумала ясен фиг то есть они все равно увидят эту шкатулку завтра пусть уже видят сегодня и заодно интересно было подписчикам я спросила у вас что же мне подарить им сначала я хотела косметику но потом я подумал 1 15 лет подписчица а второй 16 вот подарила я косметику а может они не пользуются там девчонки писали такие варианты как стакан канцелярия и все такое честно мне кажется это как-то маловато я хотела подарок где-то около двух тысяч к сожалению я не могу подарить пока что пока что пока что вам айфоны не знаю супер дорогие подарки но я могу вам подарить что-то может быть небольшой но от чистого сердца вот я уверена что шкатулка понравится она такая большая под кожзам в общем инстаграме уже видели зачем мне миллион раз одно и то же как попугай я очень надеюсь что им понравится еще мама сказала что как-то некрасиво получается одна девочка значит выиграет шкатулку а вторая ничего как-то не очень нам мама предлагает купить какой-то утешительный приз для второй девочки я вот думаю что же можно такое купить вот кстати если вы тоже хотите участвовать обязательно в инстаграме пишите мне отправляйте ваши видео где-то 10-15 секунд на и достаточно будет как вы говорите на камеру мне просто важно чтобы человек хорошо владел русским языком и не стеснялся камеры это очень важно такие вот дела девочки еще долго думал что можно пожрать так скажем на нашем на свойском языке пожрать конечно это у кого-то там трапеза прием пищи употребление еды а у нас с вами коротко и понятно пожрать ммм дальше беру самые мягкие потому что другие они жесткие не очень но сладкие это очень хорошо я люблю сладкое я люблю когда фрукты сладкие вот я очень волнуюсь думаю как пройдет наша встреча мы еще хотим кучи тиктоков снять вместе встреча с подписчиками всегда волнительно вчера или позавчера гуляем мы значит с парнем идем идем и на торговый вдруг одна девочка айка такие милые девочки мне так понравились а потом затем за ними еще 2 мы пофоткались немножко пообщались к сожалению много пообщаться не удалось прям досыто пообщаться так скажем потому что парень стоял в сторонке и ждал пока я закончу такой отвернувшись боялся что его сглазит вот так вот ребяточки а перчики между прочим очень вкусно прям обалдеть как вкусно короче мы будем снимать суши что все не подумали что вот зажмотила завтра не целый день у меня постараемся для вас снять как можно больше контента вот давайте начну отвечать на вопросы ты бросишь канал и подписчиков за 50 тысяч долларов нет и это не потому что вы сейчас меня слушаете вообще я считаю это неправильно потому что это хобби оно мне платит и какой смысл свою кормушку продавать я столько сил столько любви вложила в этот канал дело тут знаете не в сумме без канала я себя не ощущаю полноценно я думаю что ни за какие деньги я свой канал не продам вот здесь огромное такое сообщение я вам перескажу его девушка рассказывает о том что не в зависимости от нее она начинает выносить мозг своему парню и как это избежать я честно не профи в отношениях я стараюсь просто не показывать свою заинтересованность и все а как правильно что нужно делать я не знаю айка какой у тебя рост на последней фотографии кажется что то очень высокая я вам скажу так на последней фотографии в инстаграм просто фотография была сделана снизу и поэтому кажется что я очень высокая но я вам скажу так когда мои подписчики видят меня в жизни почему то все думают что я очень маленькая ростом на самом деле это не так в россии может быть я буду совсем маленькая но учитывая рост всех девушек здесь и средний рост я достаточно высокая почти метр шестьдесят восемь и вы знаете очень странная особенность я выше мамы причем намного и мой брат выше папы тоже намного в кого мы такие я не знаю но маме всегда нравились высокие девушки и мама мечтала чтобы я была повыше ростом постоянно папа говорил что нужно виснуть на турнике если хочешь высокий рост я сейчас нависла но не прям каждый день но все таки я выросла и мне нравится мой рост я бы не хотела быть ни чуток ниже ни чуток выше вот прям самое то я бы хотела много чего у себя исправить но не рост рост мне мой очень нравится в общем ребят на этом все я реально наелась даже очень сильно сколько штук я съела давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 штук мне кажется 9 штук это предостаточно даже можно снять челлендж свати кто больше съест потому что фрукты сейчас прямо это мне кажется самое то в общем как то так если вам не сложно подпишитесь пожалуйста на мой инстаграм ссылочка внизу на мой канал если вам не трудно поставьте лайк всем желаю приятного аппетита удачного дня всем пока ааааа аааа да Продолжение следует...